Больше, чем экскурсия, так называется новый профориентационный проект УФНС России по Самарской области. В интерактивной форме сотрудники регионального налогового ведомства познакомили школьников с такими понятиями, как доход, налог, право. Рассказали о том, как казну пополняли 500 лет назад и как работает система сегодня. Эти мальчишки и девчонки пока еще самостоятельно не оплачивают налоги, но знакомятся с налоговой службой уже сейчас. Может быть, для кого-то из них это станет отправной точкой в выборе профессии. Сама культура, само отношение к налогам, к уплате налогов, понимание, зачем именно это делается, делает, мне кажется, этот процесс более осознанным и значимым для каждого из нас. Инспекции уже проводят подобные встречи и, мне кажется, они заходят, что называется, поэтому надеюсь, что превратится в добрую традицию. В центре внимания не осталось и темы налоговой грамотности. Школьники оценили преимущество заполнения налоговой декларации в два клика онлайн с помощью личного кабинета налогоплательщика. Молодым людям разъяснили, какой экономический эффект скрыт за кассовым чеком, маркировкой товаров и кассовой реформой в целом. На что идут налоги и почему их нужно оплачивать в срок и не копить долги. Самозанятым можно зарегистрироваться с 14-летнего возраста. Условием обязательным является согласие родителей. Ну и, соответственно, те дети, которые к нам сегодня придут уже с успехом, могут регистрироваться в качестве самозанятых. А еще на конкретных примерах сотрудники налоговой службы объяснили подрастающему поколению, как своевременная оплата налогов помогает нашему государству быть сильным и независимым, влияет на выплату пенсии и заработной платы, на строительство и ремонт дорог, больниц и школ. Так считает ученица 9 класса Вероника Хурцина. Для нее эта встреча оказалась очень полезной. Девушка узнала много нового о налогах. Платить налоги очень важно, ведь эти средства помогают финансировать различные общественные услуги. Благодаря налогам мы можем получать хорошее качественное образование, медицинскую помощь и другие необходимые услуги. Это очень важно для нас в будущем, ведь мы сможем грамотно использовать эти знания. Обсудили со школьниками один из самых масштабных цифровых проектов налоговой службы, с чего начать карьеру в налоговых органах. В формате «Вопрос-ответ» рассказали о правовых основах и специфике Государственной гражданской службы. В налоговых органах кадровые проекты ФНС России. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.